Привет, друзья! Сегодня мы засаливаем рыбу. Расскажем, как это делается, как рыбу выбрать и что же можно с ней приготовить. Мы выбрали очень интересную рыбу. Это кижич. Можно приготовить абсолютно любую, какая вам нравится. Мы взяли тушку. Можно взять уже готовое филе. Оно у нас шоковые заморозки, но про это мы, точнее, Даня расскажет чуть попозже. Что мы будем делать? Сейчас с ней все очень просто. Нам необходимо ее зачистить и мы будем ее мариновать. Итак, что же мы делаем? Все очень просто и минимум ингредиентов. Что самое важное, вы их можете найти на любом рынке, в любом магазине. Мы будем использовать соль, сахар, розовый перец и немножко зелени. Это лучше всего петрушка либо укроп. По классике, да? Да. В общем, что мы будем делать? Я сейчас покажу, как разделась рыба. Все очень просто, да? А, Даня, с тебя будет перемолоть розовый перец. Начнем? Для меня это сложно. Что ты знаешь о кижуче? Что это вообще за рыба такая и как она? Кижуче это дикий дальневосточный лосось. Мне кажется, самая вкусная рыба. Есть и семейство лососевых нерка, ты знаешь, горбуша, кета, чавыча. Ну, в данном случае... Оно все к одному семейству относится? Да, к одному семейству, да. Ну, она разница в размере, цветности, вкусовых качествах. Какая-то пожирнее, какая-то более нежирная. Вот. А для простого человека, эта рыба, она дикая или ее как-то специально откармливают? Нет, это дикая рыба, она не выращивается. Выращивают, как правило, лососи, норвежские, слышал, чилийский лосось. Да, да. А эта рыба дикая, дальневосточная. Нашу компанию она приходит из Усть-Камчатска. О, так это далеко. Прямые поставки приходят, да. И как сделать, чтобы она поступала людям максимально свежей? В чем особенность? В том, что она поступает в шуковые заморозки. Ага, ага. И сохраняет все свои, говорится, хорошие качества. Самое важное, конечно, да. Так, мы, пожалуй, да, будем достанавливать. Перчик посыпаем, наверное, да? Да, и его просто перетираем, чтобы получить более мелкую фракцию. Можно, конечно, оставить и целиком, да, но вкус больше раскроется, если мы немножко поработаем. Что мы делаем? Вообще все очень просто. Рыбу зачищаем. Лучше сразу же удалить у нее кости, которые есть. Но это не обязательно, опять же. Все зависит от того, что вы делаете. Срезаем все неедабельные части, да, это лишние шкурки какие-то. Все, что нам может помешать в дальнейшем. Нарезки, наверное, уже мешают. Да, 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 да. Но, опять же, это можно и потом сделать. Сейчас срезаем вот такие вещи. Аккуратненько, острым ножом работаем. Здесь филейный нож, ну, не обязательно, да, покупать ради того, чтобы разделать рыбу. Ну, да. Это такое хорошее дополнение на кухне, так сказать. Пально, прочистить. Берем филейную часть, да. Слушай, соль? Соль, нет, мы будем все солить прям максимально здесь. Я бы, может, здесь сразу? Не надо, да? Нет, не нужно. Сейчас все просто, да. Мы берем филейную часть, шкуру не снимаем, оставляем. Она будет, наоборот, держать наше мясо, да, не будет давать ему как-то разваливаться. На дно берем соль и обильно посыпаем соль. Соль можно брать, по желанию, можно более крупную выбирать, да, очень хорошо. Можно брать среднего помола. Совсем мелкую не стоит, да. Я с мелкой какой-то работал, она пересаливается зачастую. Да, мелкая, тем более какая-то ядированная, вот это вот все, она по концентрации солевой, как-то более агрессивная, да, там нужно быть очень, предельно быть аккуратным. Вот, выкладываем рыбу на соль и сахар и сверху уже можем посыпать, да, соответственно, всем тем же самым. Я солью на глаз, тут прям четких каких-то пропорций нет, мы солим достаточно плотно, да, там буквально 2-3 горсти вот такие вот. И также сахар, сахар очень важно, он раскрывает и подчеркивает вкус самой рыбы, да, и делает мясо еще более плотным. Вот, а теперь, да, глядите, какой у нас получился перец, он ароматный, вкусы раскрылись, посыпаем им. Так, достаточно плотно, этот перец очень пикантный и он не будет перебивать вкус рыбы, он наоборот будет тоже раскрывать его и делать очень неинтересным. Вот, а также с рыбой, да, очень хорошо, если мы его не таким способом маринуем, можно вообще соль и сахар растворить в воде, да, все это перебить либо блендером, либо просто венчиком и в соляном растворе также оставить эту рыбу, да. Но сухая засолка, да, она, по мне, так очень более актуальна, да, она вытягивает лишнюю воду, делает рыбу более плотной, интересной и ароматной. Вот. Что с зеленью? Зелень. Зелень мы просто порежем на самом деле и тоже выложим сверху. Зелень нарезаем произвольно, здесь не обязательно там мелко рубить или еще что-то, нам важно получить ее вкус. То есть выкладываем сверху на все наши специи соль, накрываем сейчас пищевой пленкой и убираем в холодильник, желательно на ночь, чтобы рыба максимально промариновалась. Сейчас расскажем немного вам о чем, о том, что такое заморозка и в чем эта прелесть. Расскажи, пожалуйста. Охлажденная рыба всегда лучше, чем охлажденная рыба, во многих случаях, потому что рыба проходит процесс заморозки, это та же самая термообработка, только морозом. Соответственно, убиваются все паразиты. Гельминт, всякие там, личинки и все прочее, что может вводиться в рыбу. То есть более безопасная? Рыба становится более безопасной, да, даже многие производители, там, вяленые рыбы, неважно, соленые, которые засаливают рыбу, там, для копчения, они все перед этим все ее покупают, либо замороженную рыбу, либо, если она поступает охлажденная, они ее вымораживают, потом начинают из нее что-то производить. Самый главный момент, это еще правильно ее дефростировать, разморозить, чтобы рыбу правильно делать, вот, бывает, люди делают большие шипы, кто-то кладет ее в микроволновку. Микроволновку. Капец. А потом приходят с такими глазами, говорят, что вы мне продали. Она же, она же наволок. Расыпается, да, она плохая была, пятая, десятая. Говорят, что вы делаете в микроволновке? Либо начинают, набирают таз с водой, еще с тепленькой, начинают. Ну, надо же уже сейчас приготовить, да. Ребята, не допускайте ошибок. Самое важное, абсолютно с любым замороженным продуктом, вы берете продукт и оставляете его в холодильник в замороженном виде. Да, это долго, да, это может неудобно, но вы получите максимально свежий, качественный продукт, да, и без потери какой-то структуры волокна и тому подобного. Поэтому размораживайте правильно, будет у вас все очень вкусно и полезно. До скорых встреч в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok